Шествие бессмертных. Так советский писатель Леонид Леонов назвал исторический парад, который состоялся 24 июня 1945 года. До наших дней дошла подробная кинохроника этого события, а также документы и фотографии, согласно которым в параде победы на Красной площади приняли участие больше 50 уроженцев при Камье. О некоторых из них в нашем следующем репортаже. От маршалов до рядовых. Всего в историческом параде 24 июня 1945 года участвовало больше 30 тысяч военнослужащих. Из них были сформированы сводные полки 11 фронтов. Карельский, Ленинградский, Первый, Прибалтийский, затем три белорусских и четыре украинских фронта, а также сводный полк военно-морского флота. Так как Вторая мировая война на тот момент ещё не была закончена, войска действующих фронтов участия в параде не принимали. Но среди тех, кто 75 лет назад шагал по Красной площади, были и уроженцы при Камье. Один из них – подполковник Пётр Гаврилович Путин из Очёрского района. Он шёл в первой шеренге полка от Карельского фронта. Во время войны он служил в лыжном батальоне. Он командовал на Карельском фронте лыжным батальоном, был награждён орденом боевого красного знамени, участвовал в многих боевых операциях, в том числе в тылу врага, и был правофланговым в колонии Карельского фронта на параде победы на Красной площади. Участвовала в историческом параде ещё одна уроженка Очёра – Серафима Бояршинова. Во время войны она служила в прожекторной роте войск противовоздушной обороны под Москвой. Во время ночных авианалётов вражеской авиации с помощью прожекторных установок удавалось обнаруживать в тёмном небе и уничтожать германские самолёты. По брусчатке Красной площади прошёл и кунгуряк Василий Уйманов. Воспитанник детдома попал на фронт в 13-летнем возрасте. Был так называемым сыном полка, служил в Уральском добровольческом танковом корпусе, участвовал в боевых операциях. А затем был направлен в Суворовское училище. И в параде 1945 года Василий Уйманов шёл в составе сводного полка суворовцев. Позже он написал в своих воспоминаниях. В парадном батальоне нашего училища, помимо меня, были ещё 15 суворовцев, принимавших участие в боевых действиях. Перед парадом мы много тренировались. Наш сводный полк прошёл перед мавзолеем Ленина хорошо, показав высокую строевую выучку и слаженность. В Пермском архиве социально-политической истории хранят список участников парада Победы от Прикамья. Здесь уроженцы Перми и Березняков, Добрянки, Чормоза, Чусового, Кудымкара. Всего больше 50 имён. И этот список не полон, считают историки. Сейчас Пермский архив передают документы из военкоматов края. Все они касаются биографии прикамцев, которые в годы войны были призваны в армию, погибли, вернулись или пропали без вести. Основная наша работа будет в том, чтобы сделать их доступными всем. Это востребованные документы. Они действительно нужны людям. К нам часто обращаются в поисках информации о своём деде, прадеде, который воевал. Только за один день, 9 мая этого года, на наш сайт зашло, при том, что обычно в день заходит 300-500 человек, то за один день, 9 мая этого года, зашло больше 30 тысяч человек. Как говорят в архиве, благодаря вновь поступившим документам, в будущем удастся уточнить количество призванных на фронт и погибших жителей Молотовской области. Юлия Зыкова, Денис Хашик, Телевизионная служба новостей.